Хищная болезнь. Лисица, зараженная бешенством, принесла карантин в Павловский район. Лисица буквально совершала набеги на поселок Тумботино. Выбегала днем из леса и буквально старалась покусать всех вокруг. К счастью, до людей не добралась, но вот собакам досталось. Она кусала собак. У нас собак и гонялась. Лиса, по идее, собак бегает, а не к собакам бегают. У нас ребенку за велосипед за колесо хватило, хорошо, он убежал. Один-то у нас уехал, а второй-то он посмелее вроде бы еще хотел ее чуть ли не погладить. Ну, он вот как говорил, у нее пасть вся в крови такая, слюна течет. Ну, уехал он тоже на велосипеде, уехал, она вот успела сзади ее в лесу хапнуть. Мужики ловили, собирались. Отловили, поймали. Связались мы, значит, с егерями, которые, ну, будем говорить, что почти целый день ее там прождали. Значит, была она отловленная, отправлена на экспертизу, были сняты, значит, пробы и оказалось, что она действительно бешеная. Ну, естественно, бешеная. Как может дикий зверь выбежать к людям, не больной? Нормальный зверь дикий, он никогда к людям не выбежит просто так. Бешенство, заболевание, которое не лечится. То есть лечение не подлежит ни животное, ни человеку. Это одно из немногих заболеваний. Был объявлен в тот же день, ну, на следующий день карантин, значит, по бешенству 60 дней. Продолжение следует...